Добрый вечер, дорогие друзья! Сейчас... О, я уже вижу два человека. Очень приятно. Здравствуйте, Влад! Здравствуйте, Инга! Всем добрый вечер! Шалом! Шалом, Наталья! Шалом, Светлана! Шалом, Сергей! Отлично! Нас уже 15 человек. Всех очень-очень рад вас видеть! Несколько дней осталось до Шивота, до великого праздника Дарования Торы. И сегодня мы поговорим о злободневной теме, теме, которая важна, очень важна, особенно сейчас, в наше непростое время. Для того, чтобы получить Тору, как полагается, нам нужно быть спокойными. Нам нужно уповать на Творца. нам нужно быть уверенными в Творце. И сегодня мы поговорим об этом. Как прийти от страха к уверенности? Как видно, как слышно, дорогие друзья? Напишите, пожалуйста, от 1 до 10, две циферки. Как видно и как слышно. Например, 10-10, 1-1. Шалом, Карина! Шалом всем! Шалом, Голда! Шалом, Василий! Очень рад всех вас видеть, несмотря на такое позднее время. спасибо всем кто пришел на этот прямой эфир и кстати говоря будет очень приятно если вы напишите что вы ожидаете от этого эфира какие основные вопросы вас беспокоят чем я могу быть вам максимально полезен вот лайки полетели спасибо вам 10 10 отлично отлично хорошо дорогие друзья мы все знаем что такое страх каждый нормальный человек ощущал ощущает страх это нормально и не секрет что функция страха это отдалить нас от опасности на иврите кто кстати говоря слово страх паха да кто знает иврит может почитать при перестановке букв преобразуется слово дахов те же самые буквы да что такое дахов это порыв импульс натиск другими словами пробуждение к защитному действию в обычной ситуации если действие совершается то страх уходит услышал например я услышал что входная дверь открыта исполгался грабителей закрыл дверь успокоился да но все мы знаем что проблема начинается когда страх мешает рационально действовать парализует или когда опасности как таковой нет или ее вероятность мало а наша система выделяет гормоны страха кортизол адреналин норадреналин и мы знаем что к сожалению гормон страха и тревоги который в течение продолжительного времени сохраняется в организме в высоких концентрациях приходит приводит к пагубным последствиям стремительная потеря веса непосильная нагрузка на сердце разрушительное влияние на печень почки это может привести к депрессии и так далее не о нас будет сказано и нам это не интересно нам интересно как прийти от страха уверенность и конечно же в каждом из нас есть какая-то доля страх вообще интересно что есть многие психологи которые говорят что вообще есть две основные эмоции человека корневые эмоции корневые эмоции это страх и любовь и в принципе если у нас есть какой-то гнев печаль дату в принципе в основе ли какой-то страх да так михаил мунипов не нравится можете объяснить про что вы говорите буду рад слышать и сейчас мы поговорим о том как же мы можем прийти к хорошему состоянию вот знаете что интересно давайте посмотрим насколько вы в это время суток хорошо думаете насколько ваша голова хорошо работает вот скажите пожалуйста скажите пожалуйста если в сердце есть эмоция страха то она может уживаться с другими эмоциями определенными тоже есть определенная эмоция с которой она не может уживаться как вы считаете какая-то эмоция какая эмоция если есть в нашем сердце то страха там быть просто не может вашей версии я знаю что задержка немножко подожду это важно важно для понимания радость радость пишет светлана радость это очень хорошая эмоция я ее очень люблю дай бог чтобы у нас было как можно больше радости но мы знаем я думаю светлана если вы проанализируете хорошо свою жизнь свою жизнь прошлое то вы обнаружите что у вас были моменты когда радость и страх были одновременно то есть они могут уживаться удивление пишет ксения ну я могу удивляться каким-то новым вещам и одновременно их боятся точно так же я могу радоваться например тому что мне принесли там вкусные конфеты но тем не менее боятся что они заражены коронавирусом мир говорит леся мир ну мир это не эмоции такое состояние гармонии шалом надери есть еще версии давайте посмотрим поглубже вот какая эмоция такая глубокая глубокая если она есть то страха быть не может по отношению к этой вещи то есть если например человек боится коронавируса да если ему дать вот эту эмоцию в отношении к коронавирусу то у него не будет страхом в отношении к коронавирусу любовь 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 это конечно очень хорошая вещь и это основа нашей жизни но я думаю что можно одновременно любить и бояться и кстати говоря наши мудрецы говорят что нужно всевышнего например одновременно и любить и бояться и в принципе например про родителей написано да что нужно бояться и уважать любить и бояться можно сказать да да по другими словами несмотря на то что любовь это корень всех положительных эмоций тем не менее вот это не на в том что происходит в нашей жизни в действительности я бы сказал что все равно любовь она 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 Это относится к заповеди почета. Страх должен лопнуть, как пузырь, другого не дано. Остальное – это кисель, пишет Игорь. Я согласен, да, но вопрос – какая эмоция внутри нашего сердца дает нам то, что этот страх лопается? «Сдаться» с издана пишется. Ну, это хорошее очень, есть много систем, которые говорят о том, что действительно сдаешься страху, и тогда все проходит. Но я думаю, что, во-первых, это не эмоция, во-вторых, я не думаю, что у всех это получается. «Доверие» – пишет Ксения. «Доверие» – это очень-очень близко к тому, что я хочу сказать. И Инга говорит как раз то, что я хочу сказать. 10 баллов. Приз в студию Инга – уверенность, и Сергей дополняет вера. Уверенность и вера – это однокоренные слова, как мы все знаем. И это то, о чем я хочу говорить сегодня. На самом деле, если я уверен, что я не заболею коронавирусом, то я не буду его бояться, я могу остерегаться, я могу надевать маску, и это нужно делать, естественно. Но я не буду бояться внутри. То есть я делаю «эштадлуд», как это называется на иврите, то есть необходимые действия для того, чтобы с точки зрения естественной не заразиться коронавирусом, делаю то, что Минздрав мне говорит. Но, тем не менее, я не боюсь. Это уверенность. Да. И это очень важно. Это очень важно, как прийти к этой уверенности. И сегодня мы поговорим об этом. Уверенность на иврите – это бетахон. Интересно, что если мы возьмем слово «тревога» , те, кто знает иврит и напишет это слово, они увидят, что это слово состоит из всех первых пяти букв еврейского алфавита, кроме буквы «бет». Что такое буква «бет»? Буква «бет» означает «битахон». Битахон – это уверенность. Уверенность в Творце. Уверенность в том, что Творец меня защищает, что он меня любит, что он дает мне всё только самое лучшее. И эта уверенность, если мы придём к ней, тогда весь страх уйдёт. Вопрос, как прийти к этой уверенности. И об этом мы сегодня поговорим. Кому интересно, поставьте единички, как прийти к уверенности в Творце. Так, чтобы весь страх ушёл. И это уверенность, которая даст нам не только спокойствие, и не только хорошее состояние, но это уверенность, как говорят наши источники, еврейские источники, как говорят наши мудрецы. И это уверенность, которая принесёт нам также с Божьей помощью те вещи, которые мы ожидаем от Творца. И это тоже очень-очень приятно. Кому интересно, как прийти к этой уверенности. Так, отлично. Есть единички. Четыре человека. Остальные двадцать человек отмалчиваются. Всё. Четырём человекам интересно. Даже если одному человеку интересно, я это расскажу для вас. Дорогие друзья, для ответа на эти вопросы давайте на секундочку задумаемся о том, насколько Всевышний любит нас. Написано в Вавилонском Талмуде, что больше, чем телёнок хочет пить материнское молоко, корова хочет кормить его. И говорят нам каббалистические книги, что Всевышний хочет дать нам все возможные блага. Так почему же не даёт, спросите вы. Ответ кроется в комментарии на фразу в песне-песне. Царь, пленённый кудрями. Есть такая фраза. Непонятная, да? Объясняют каббалистические книги. Царь – это царь мироздания, а кудри – это убеждение человека. Что это означает? Что Творец мира ограничил себя. Что Он как бы не может дать нам блага, пока мы не начали полагаться на Него. То есть в соответствии с нашей уверенностью в Нём, Он даёт нам желаемое. Представляете? Что это означает? Например, что человек, который считает, что не сможет зарабатывать в месяц больше тысячи долларов, в самом деле не сможет заработать за месяц больше. А человек, который считает, что не сможет излечиться от какой-то болезни, скорее всего от неё не излечится не дай Бог. И наоборот. Тот, кто уверен, что Всевышний поможет ему заработать определенную сумму денег в месяц или выздороветь, Всевышний на самом деле ему поможет. Такова духовная природа нашего мира. Вплоть до того, что великий каббалист Раф Шома Ильяшев, который называют также Баля-Леши, он пишет в своей книге Битахон выше всего. То есть, если даже человеку полагается какая-то болезнь, не дай Бог, не о нас будет сказано, то человек, если он будет надеяться на Творца, что Творец от этой болезни его избавит, он от этого избавится. Даже не дай Бог, не о нас будет сказано, если у человека есть какая-то болезнь, если человек на сто процентов, даже не на сто, но полагается на Творца по-настоящему, что Творец от этой болезни его избавит, то Творец его избавит. Это правило этого мира. Из каждого правила, конечно же, есть исключения. Всевышний может сказать нет. Но как правило, как закон, это так работает. Чем больше мы полагаемся на Творца в чем-то, будь то здоровье, богатство, отношения и так далее, так Всевышний нам это и дает. То есть, по-простому, мы подобны графину, в которой Всевышний постоянно льет самое лучшее вино. Но, если крышка графина закрыта, вино внутрь не проникнет. Крышка графина открывается упованием, надеждой на Творца, уверенностью в Творце. Так Творец создал этот мир. Таковы духовные законы природы. Очень важно заметить, что настоящий бетахон невозможен без соблюдения заповедей. Только тот, кто изучает Тору и соблюдает заповеди, он может по-настоящему полагаться на Творца. Очень важно это помнить постоянно. Остальное – иллюзия. То есть, тот человек, который хочет прийти к бетахону, к упованию на Творца, к уверенности в Творце, без соблюдения заповедей – это иллюзия. И хотите доказательства от наших мудрецов? Пожалуйста. Кто хочет доказательства? Напишите, пожалуйста, единичку. Поставьте единичку. Кто хочет доказательства от наших мудрецов, что это так, как я сейчас сказал? Игорь пишет, а искать лица его не хотят? Хотят только много зарабатывать. Конечно, это проблема. Если человек не хочет Всевышнего, не хочет приближаться к Всевышнему, а только хочет материальные блага – это проблема. Но мы должны хотеть материальные вещи, если же мы хотим их, для служения Всевышнему. Все, что есть в нашей жизни – это, в принципе, инструменты, которые могут приблизить нас к Всевышнему. И если нам нужен какой-то определенный инструмент для приближения к Всевышнему, то почему бы вы его не хотите и не попросить у Творца? Кому-то для этого нужны деньги, кому-то для этого нужно больше здоровья, кому-то для этого нужны какие-то отношения. Конечно, самая-самая-самая лучшая ситуация – это когда человек просто говорит, моя воля – это исполнять твою волю Творец. Все. Мне ничего не интересно. Но следующим этапом будет, что он понимает Всевышний, для того чтобы исполнять твою волю, мне нужно деньги, мне нужно повышение покоренной лестницы, мне нужен тфелин, для того чтобы купить тфелин, для того чтобы исполнять заповеди. Нужны деньги. Что делать? Мы живем в таком мире. Так Творец создал мир. Так. Трем людям интересно источники послушать. Хорошо. Мы переходим к источникам. Рав Йосеф Юдалей Блох. Равин города Тельс, глава Ишивы Тельс, великий мудрец Торы прошлого века. Потрясающие вещи он говорит, которые, я думаю, что вы не найдете в интернете. Я перевел то, что он говорит на иврите. Он говорит так. Так организовало божественное провидение, что в соответствии с состоянием духа человека и в соответствии с мерой его осознания величия Творца и его бесконечного милосердия и упования на них, так проявляется для него благословение Всевышнего и его милости. Поэтому, когда человек самостоятельно пробуждает в себе осознание и чувство, что он в руках Творца и от него вся его надежда и только на него будет полагаться, таким образом он увеличивает, он это человек, он увеличивает милость Творца по отношению к себе. Он поднимается к сокровищницам изобилия и благословения, которые изливаются на него и насыщают его желания. Получается, что изменения вначале происходят в нашем духе, а затем в мирах. Понимаете, о чем говорит Рав Юда Лейб? Это потрясающие слова. Потрясающие слова. Если мы вдумаемся, что он нам хочет сказать, если мы вдумаемся в каждое слово, мы поймем, что это просто то, что может изменить нашу жизнь в корне, реально изменить нашу жизнь. либо прямо с сегодняшнего момента наша жизнь может просто преобразиться в самую лучшую сторону. То есть, представляете, все, что мы думали. Вот почему так, почему что-то не так, как я хотел. Это все идет от нас. Это все потому, что мы недостаточно полагаемся на Творца. И чем больше мы на него полагаемся, тем больше он нам дает. Это закон, это правило. Поэтому нам нужно учиться, как полагаться на Творца. Поведение свыше с человеком происходит в соответствии с его мировоззрением, и он сам пробуждает на себя соответствующее поведение с небес. Поскольку даже когда человек верит, что Всевышний управляет всем по своему желанию, мы найдем в этом различные ступени, до какой степени по-простому чувствует, что он ведом напрямую рукой Творца. Так как есть человек, который, несмотря на то, что он знает, что Всевышний делает и постановляет все, но это только в час, когда он обращает внимание и вдумывается в это. Но обычный путь его мыслей и процесс течения его жизни происходит у него в соответствии с ощущением, что природа мира уже зафиксирована как должное. И что тогда получается? Я уже от себя добавляю. Всевышний только наблюдает сверху и вмешивается, чтобы изменить ее в нужный момент. То есть есть такое ощущение, у людей человек может говорить что угодно, но может быть у человека такое ощущение, что Всевышний как мастер, который сделал стол. Вот есть мастер где-то, есть стол. Для того, чтобы стол починить, нужно позвонить мастеру, пока мастер придет, он должен стол разобрать или что-то добавить там. Целая история. А на самом деле что? На самом деле наша жизнь, наш мир – это как фонтан, который постоянно обновляется. Нет никакой проблемы творцу. Так же как фонтан. Знаете, такие фонтаны есть, поющие фонтаны, например. Сейчас он там метр, через секунду он два метра. Сейчас такая форма, через секунду другая форма. Точно так же творец, у него никакой проблемы нет. Из этого стола сделать стул, из компьютера сделать телефон и так далее. или вообще превратить компьютер в чемодан с деньгами – нет проблем. У Всевышнего превратить одну вещь в другую – нет проблем. Потому что он постоянно творит мир из ничего, каждую секунду. Бедного сделать богатым, больного здоровым и так далее. У Творца в этом нет никакой проблемы. Чем больше мы это осознаем и чем больше полагаемся на Творца, тем больше шанс, что Всевышний нам действительно даст те хорошие вещи, которые мы от него ожидаем. С Божьей помощью. Понимаете? Есть такая фраза на иврите. Такое слово сочетание – кох кивуй. Можно перевести это – сила надежды, сила упования. Откуда происходит вот это слово кивуй, упование? Слово кав – это линия, связь с Творцом. То есть та сила, которая нас реально связывает с Творцом – это вот именно эта сила надежды. И сейчас вот в это время непростое для всего мира, когда люди сидят дома, когда непонятно, что будет завтра – это та сила, которая нам может по-настоящему помочь не только быть спокойными. Это не самообман. Это не самообман. Потому что тот человек, который спокоен, потому что он надеется на Творца, потому что он полагается на Творца по-настоящему, он на самом деле это получает. Человек, который скажет Всевышний, я полагаюсь на тебя, от тебя зависит все. Я уверен, что ты даешь моему телу здоровье. Я уверен, что ты защищаешь меня от всех болезней. Чем больше он ощущает это в своем сердце, не говорит просто, можно говорить все, что угодно. Чем больше он ощущает это, ощущает, именно ощущает в сердце по-настоящему, тем больше это реализуется. Это закон, это закон, который Всевышний создал, по которому функционирует мир. Понимаете? Вопросы. Дорогие друзья, есть какие-то вопросы? Если все понятно и все со всем согласны, поставьте, пожалуйста, единичку. Если есть вопросы, пишите, пожалуйста, вопросы, ставьте лайки, кто хочет. Что-то непонятно, буду рад ответить. Если все понятно, все нравится, все согласен, поставьте единичку. Пока что я подведу итоги. Как открыть крышку своего дорогого графина, да? Всевышний нам постоянно льет изобилие. Помните, я говорил? Как открыть эту крышку? Первое – соблюдать заповеди. Второе – полагаться на Творца, довериться ему, открыться ему. Третье – ощущать любовь Творца. Ощущать любовь Творца. Так, что пишут люди? 1, 1, 1. Все понятно, великолепно. «Быть богатым на всякое доброе дело». Хорошо? Угу. Ну, я очень рад, что всем понятно, даже что нет вопросов. Значит, смотрите. Если вам интересна примерная молитва, о которой мы можем говорить, я хочу предложить вам такую вещь, которая поможет вам и всем, кто хочет прийти к большей уверенности в Творце. У нас у каждого внутри есть определенная уверенность в Творце. У кого-то она совсем маленькая, что он вообще ее не ощущает, у кого-то она больше, у кого-то она совсем большая, но всегда ее можно улучшить, увеличить. И чем больше наша уверенность в Творце, наш бетахон, тем лучше мы себя чувствуем и тем лучше нам вообще по жизни. Я хочу вам предложить то, что я выучил у Раба Рабиновича из его книжки, которую я слышал от Илья Ушири, моего учителя. Пишет Раба Рабинович в своей книжке «Шараби Киют». Он пишет, что мы учим у Шолхана Руха, что для того, чтобы сменить код в мозгу, для этого нужно 30 дней, 3 повторения в день. И сейчас я хочу предложить вам сделать такую работу. Раб Рабинович доказывает, что, в принципе, достаточно уже несколько дней для того, чтобы почувствовать изменения. И Раб Деслер говорит в своей книге «Мехтав и Ильяу» в первом томе на странице 259, если я не ошибаюсь. Он говорит о том, что та мысль, которую часто мы повторяем, имеется в виду с толком, с чувством, с расстановкой, она становится указанием к действиям нам, которое мы повторяем сами себе. Поэтому я предлагаю вам, дорогие друзья, для того, чтобы лучше ощущать себя, для того, чтобы стать более спокойным, для того, чтобы прийти к большей уверенности, повторять фразы, которые мы начнем ощущать и которые дадут нам настоящий бетахон, настоящую уверенность в Творце и реализуются в нашей жизни. Это можно реализовывать во всех сферах. Мы это реализуем в сфере приближения к Творцу. Например, человек, который боится болезней, он может одновременно, я предлагаю, три раза в день минимум, лучше по 10 повторений делать. Как это делается? Человек находит какое-то уютное, спокойное место, где никто ему не мешает и обращается к Творцу. Это может быть обращение к Творцу, это может быть просто произнесение фразы. Я вам скажу, какие фразы можно произнести. Я вам дам на данный момент два варианта того, что можно говорить для того, чтобы увеличить свою уверенность в Творце, для того, чтобы улучшить свое спокойствие. Вы можете говорить три раза в день, и это очень реально помогает. Есть огромное количество историй, когда, например, люди излечились от болезни. Например, Рабинович рассказывает про человека, который страдал заиканием и тем, что он повторял. Просто повторял фразы, понятно, что с чувством, с толком, с установкой, с эмоциями. Он повторял фразы, что я говорю четко, я верю, что Творец даст мне хорошую речь и так далее. Он на самом деле излечился от заикания. Есть вообще школа в Израиле, которая вот таким образом лечит заикание. От курения, можно бросить курение таким образом. В принципе, таким образом можно очень сильно подняться в любой области, в которой вы хотите. И, например, человек, который хочет улучшить свое здоровье, он может говорить, если это как молитва, три раза в день, да, лучше раз по десять повторять, до того состояния, что вы чувствуете уже, что вот это со мной. Я ощущаю вот эти слова, которые я говорю, ощущаю, что это уже как будто так. Значит, слова такие. Господи, я уверен, что Ты даешь всему моему телу абсолютное здоровье и защищаешь от всех болезней. Вот такую небольшую молитву вы говорите и прочувствуете. То есть, одновременно это и обращение к Творцу, и одновременно это увеличение вашей уверенности. И, может быть, кому-то более удобно говорить так. Это уже не молитва, это просто так называемая аффирмация, которая как Раф Деслер говорит, что если мысль, повторенная многократно, становится указанием к действию на уровне подсознания, значит, мы говорим себе так, я уверен, что Всевышний делает все мое тело абсолютно здоровым и защищает от всех болезней. Да? Я уверен, что Всевышний делает все мое тело абсолютно здоровым и защищает от всех болезней. понимаете вот это те формулировки которые могут вам с божьей помощью реально помочь прийти к больше уверенности попробуйте я уверен что вы обнаружите потрясающие вещи это те вещи которые говорят наши мудрецы этим знанием тысячелетия не проверены нашим народом наши мудрецами проверены на личном опыте несмотря на то что это может казаться настолько простым но если вы 30 дней три раза в день будете повторять вот эти фразы и тому подобные то с божьей помощью вы увидите потрясающие результаты давайте под концовку я вам скажу несколько правил правильных повторений а аффирмаций значит во первых аффирмации должны быть в положительной позитивном ключе то что не я не боюсь а я уверен это раз во вторых их нужно повторять вслух это самое лучшее до проговаривать так чтобы уши слышали говорят наши мудрецы что когда мы говорим и это слышим то это лучше нас ходит поэтому кстати говоря учеба тора засчитывается когда мы проговариваем слова и точно также молитва рассчитывается проговариваем те слова которые написаны до если вы хотите еще знать правила повторения то напишите мне в личку с удовольствием вам вышлю и сергей фоменты спрашивает если уверен зачем повторять если в чем-то реально уверены нет смысла повторять если вы хотите быть в чем-то уверены пока что не уверены тогда конечно нужно повторять и правило еще самое главное правило повторения что если вы спросите сколько раз повторять да то главное не количество а качество то к чему я пришел то есть как говорит сергей если я уже уверен то зачем повторять это как раз относится к повторению вот я например хочу поверить что всевышний защищает меня от всех болезни коронавирус и они лучше говорить оцеп болезни да не говорить что-то конкретное я хочу поверить что всевышний защищает меня откроин и вирус так я говорю всевышний я уверен что ты защищает меня всех болезней я чувствую что в урям внутри еще не особо не особо не особо в это уверен, когда я повторяю еще раз Всевышний, я полагаюсь на тебя, я уверен, что ты защищаешь меня от всех болезней и ты делаешь мое тело абсолютно здоровым. Я это говорю, ощущаю это, как будто это уже так. Нужно настолько это ощущать, как будто Всевышний вам это уже дал. Понимаете? И когда я дохожу до того, что я действительно уверен в том, что Всевышний мне это даст с Божьей помощью, тогда я могу прекратить повторение в этот раз. Но потом второй раз в день я опять повторяю, это может быть один раз, ну скорее всего придется повторить два, три, десять раз. Да, это занимает пять минут в день, это потрясающая работа. Если вы попробуете, вы увидите великолепные плоды. Сергей пишет, если уверен, то должен утверждаться. Окей. Светлана, мне невыносимо тяжело быстро простить и после долгих повторений прощен, действительно все прошло и просила по-настоящему. Ну вот видите, у нас уже опыт людей. Пожалуйста. Вот. И таких свидетельств на самом деле огромное-огромное-огромное количество. Ну с прощением есть еще много других способов, да, но вот с уверенностью, с тем, чтобы полагаться на Творца. Это один из лучших способов, которые я знаю для того, чтобы на самом деле и стать спокойнее, и на самом деле притянуть в нашу жизнь хорошие вещи. Понятно, что все мы это делаем для того, чтобы приблизиться к Творцу. Те вещи, которые нам нужны для служения Творцу. И еще одна важная вещь. Есть книги, достаточно много книг на Еврите, которые примерно называются так. Я сказал спасибо и получил спасение. И там описывается куча историй. Девушка, которая там 20 лет не могла найти себе суженого, свою вторую половинку, и она начала благодарить, что она в такой ситуации, что она еще не замужем. И через месяц она обручилась. Или человек, который не мог избавиться от какой-то болезни, начал благодарить за все хорошее, большой плюс за то, что он от этой болезни не может избавиться. И Всевышний его очень быстро от этой болезни избавил. Человек был в долгах, тоже благодарил, благодарил, благодарил Творца. И быстрое время, нереальное какое-то время, неестественным путем, каким-то чудом избавился от этих долгов. Куча разных историй. Что я хочу вам сказать? Мы это учим от царя Давида, который говорил спасибо перед тем, как он получал спасение. Который благодарил Творца до того, как он получал спасение, ответ на свою нужду. Поэтому после того, как мы сказали свою аффирмацию, молитву Всевышний, я уверен, что ты защищаешь меня от всех болезней, то после этого очень хорошо добавить спасибо Тебе, Творец. Кроме того, что благодарность – это вообще первая мысль наша, которая должна быть, когда мы просыпаемся. Моде они, благодарю Тебе, Царь Живой Вечный. Это то, что мы говорим. Если вы посмотрите «Сидур», «Милейский молитвенник», это самое первое благословение, которое еврей должен подумать мгновенно. Когда он только просыпается, благодарит Творца, так точно так же благодарность, когда мы добавляем благодарность к нашей молитве, то это очень-очень хорошо влияет, это раскрывает врата небес для нашей молитвы, для нашей просьбы. Вообще, вне зависимости от других молитв, аффирмаций, очень хорошее средство для того, чтобы получить избавление, получить то, что нам нужно для служения Творцу, это взять какое-то время, ну, хотя бы 10 минут, может быть, 5 минут, каждый сколько может, час, великолепно. 90% времени благодарит Творца. Спасибо, что я здоров. Спасибо, что у меня есть там, му, дети, дом и так далее. Да? Каждый свое, у каждого, естественно, есть за что благодарить. Руки, ноги, очки. Да? У каждого человека есть огромное количество вещей, за которые можно благодарить. Мне один мудрец тоже сказал, я благодарю Творца, что я могу соблюдать шаббат. На самом деле. То есть, можно всегда, каждый день, находить какие-то еще и еще дополнительные вещи, за что мы благодарны Творцу. Это потрясающе. Это бесконечное количество вещей, на самом деле. И после этого поблагодарить также за те вещи, которые мы не очень хотим, чтобы были в нашей жизни. И 10% времени, совсем чуть-чуть, 10% времени сказать, Всевышний, пожалуйста, если тебе угодно, дай мне то-то и то-то. Да? То, что мне нужно для служения тебе. И это очень, очень, очень работает. Ответил я вам на вопросы. Скажите, пожалуйста, кто сейчас знает, как прийти от страха к уверенности? Напишите, пожалуйста, единичку. кто знает сейчас, как уйти от страха к уверенности? Как стать более спокойным? Подождем. Ну, пока что я еще добавлю. Есть простая психологическая техника, с которой я хочу вас познакомить, которая тоже помогает достичь уверенности. Называется «Добавить к столу ножки». Да? То есть если мы хотим что-то поверить, мы хотим быть уверенными в том, что Творец нас защищает от всей болезни, начните находить этому доказательству. Вот, например, я был в магазине, там кто-то на меня чихнул, прошло две недели, а я здоров, Всевышний меня защищает, слава Богу. Я не помыл руки, поел и боялся, что может быть что-то подхватил, все нормально, слава Богу, Всевышний меня защищает. Понимаете? Ну и так далее, на всех сферах Всевышний дает мне зарплату, Всевышний дает мне деньги, посылает деньги, дает здоровье и так далее. То есть, чем больше мы находим таких доказательств, тем больше мы как бы приделываем к столу, стол это наше убеждение, ножки, ножки это доказательства, чем больше у нас есть ножек, тем прочнее этот стол стоит. Да? Спасибо вам за ваши отзывы, я буду очень рад, чтобы вы написали свои отзывы еще, буду рад лайкам, если вам понравился этот урок, делитесь им, подписывайтесь на мою страничку, на русском языке Давид Плискин. И вообще, давайте, знаете, последний вопрос, я думаю сделать вебинар на тему на тему аффирмаций, то есть мы пройдемся по тому, как в различных сферах жизни, какие аффирмации помогут, мы уже разберем детально, что такое аффирмация, как это работает, что еще мудрецы сказали на эту тему, как лучше говорить аффирмации, почему люди, которые знакомые раньше были с самовношением, почему они отчаивались, что неправильно они делали и как нам правильно говорить аффирмации для того, чтобы прийти быстро всего 30 дней 3 раза в день к совершенно великолепной жизни с Божьей помощью, как улучшить нашу жизнь, да, кому интересно, поставьте единичку, так, Анна Антонова, давайте, знаете, чтобы не, ага, так, хорошо, спасибо, Наташа, окей, давайте сделаем так, чтобы не ждать долго, еще будут люди на записи смотреть, всем, кому интересно, всем, кому интересно тема аффирмаций на тему финансов, отношений изучения Торы, молитвы, уверенности в себе, отношения в семье, отношения с детьми, да, в принципе, любые сферы, которые вас волнуют, здоровье, да, те, кому интересно тема аффирмаций, пишите мне в личку, о, отлично, вот я вижу единички, супер, значит, те, кто сейчас поставили единички, я уже знаю, что есть раз, два, три, четыре, пять, пять единичек, значит, если наберется достаточно количества людей, которые напишут мне в личку, то с Божьей помощью сделаем вебинар на эту тему, на тему аффирмации, это очень интересная тема, тема о том, как влиять на наше подсознание, все кошерно, все с точки зрения наших еврейских мудрецов, и, дорогие друзья, я вам желаю максимально хорошо подготовиться к получению Торы, уже скоро, совсем скоро, уже сейчас на нас светит свет Торы, и мы можем уже им начать наслаждаться, с Божьей помощью мы получим этот цвет в полном объеме, и соединимся с Торой, получим нашу порцию Торы на весь год, и дай Бог, чтобы мы это получили в полном здравии, в радости, в счастье, и чтобы это здоровье, радость, и счастье продолжались с нами до 120 лет. Будьте счастливы, спасибо всем.